Замечательный педагог и психолог Януш Корчик в книге «Как любить ребёнка» писал Все, что достигнуто дрессировкой, нажимом, насилием, непрочно, неверно и ненадёжно Сегодня мы с вами будем говорить о том, как правильно воспитывать кровного и приёмного ребёнка А как всегда помогут нам в этом наши замечательные эксперты Знакомьтесь, пожалуйста Ольга Борисовна Качанова, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних городской прокуратуре Станкт-Петербурга Здравствуйте, спасибо огромное, что пришли Марианной Иотовой, психологом фонда «Родительский мост» Зинаидой Кузьминой, руководителем проекта «Помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения» организации «Врачи детям» И наш сегодняшний герой Николай Трофимов Я думаю, что сначала мы посмотрим сюжет, чтобы нам всем знать, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь И тогда сразу продолжим разговор Чужие по документам, но близкие по духу Николай и Максим ведут себя, как отец с сыном Как это делается? Апорт! Продолжаешь сидеть, ждать его Ларик, Ларик, собака Ай, хорошо Максим и Николай познакомились прошлой осенью Мужчина, увидев растерянного юношу, предложил ему подработать Мальчик наколол дров, поужинал и рассказал, что обычно ходит голодным Дома почти не ночует, а его мама пьет Николай не удивился Последние 15 лет мужчина помогает сиротам и детям из неблагополучных семей Кого-то поддерживает советом, кого-то берет к себе на воспитание О том, как тяжело, когда с проблемой остаешься один на один, Николай знает не понаслышке Из-за небрежного отношения матери еще ребенком он попал в детский дом, где и прожил до совершеннолетия Когда Максим опять замучил голод, он пришел домой к Николаю Раз переночевал, два, а потом остался на три месяца С Максимом, конечно, пришлось повозиться, потому что раньше я воздействовал на родителей Здесь на родительницу я никак не мог воздействовать Она просто не слушала меня Пришлось обратиться в прокуратуру с заявлением на тему ее социального поведения И на тему того, чтобы приняли меры в отношении ограничения ее родительских правов Эта семья, эта мать, как неблагополучно, они состояли на учете Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности И все органы профилактики, то есть это и комиссия по делам несовершеннолетних И подразделения в отделении полиции, и социальная защита Знали о неблагополучии данной семьи Но каких-то мер конкретных, либо вопрос об ограничении поставить Никто, кроме Трофимова, этот вопрос действительно не поднял Николай, словно модератор, постоянно общается с органами опеки и прокуратурой Помогая сиротам в своем районе решать квартирный вопрос, добиваться пособий, отстаивать свои права После прокурорской проверки семьи, Максим и его маленький брат Никита попали в приют Их мать пока только ограничили в родительских правах Если она не захочет исправиться, то ее детей, Максима и Никиту, отдадут в разные сиротские учреждения Братьев разлучат Я хотел бы, чтобы Николай забрал моего брата, но так как, что моему брату 4 года, и его могут отправить в дом Именно Максим растил фактически своего брата Они очень близки, их нельзя разлучать ни в коем случае Вот причина, почему я стал оформлять документацию на опеку Эту комнату я планирую отдать полностью уже Максиму Сейчас он пока здесь в качестве гостя бывает у меня, но я думаю, что здесь он будет вместе со своим братом Никитой В случае, если я все-таки оформлю на него опеку Здесь, скорее всего, придется ставить двухъярусную кровать, чтобы их поместить, чтобы побольше места было Для Николая важно социализировать своих воспитанников, подавая личный пример Научить готовить, прибирать, ходить в магазин, экономить и справляться с трудностями Так что, Максим, тебе халтурить не придется В смысле? Во время своего больничного Ничего подобного, у меня больничный, до 6 мая я могу отдыхать, спать Почему ты это еще больше? Географию не сделал Я же на больничном И что? Оценки особенно беспокоят Николая, потому что в этом году Максим заканчивает 9 класс и поступает в училище За последние полгода неприятностей в школе стало меньше По словам классного руководителя Максима, парень уроки не прогуливает, но появились проблемы в приюте Ему агрессивно, и он агрессивный Ну так мы с вами все равно должны все это понять и делать так, как чтобы он делал нормально Ну это понятно Потому что со мной-то он не переворачивает стулья Ну правильно, потому что у него агрессии нет в отношении вас Нет, потому что Вы ему ничего плохого не сделали Нет, он просто посчитает Если его обзывать Если его, у него же 15 лет, естественно, идет ответная реакция подростка Жестокость порождает жестокость Николай не может допустить, чтобы Максим попал в этот замкнутый круг Сейчас мужчина ходит на занятия в школу приемных родителей Чтобы, если все-таки придется, если мама не одумается, спасти двух братьев от разлуки По вечерам в гости к Николаю заходят те, кому он уже помог Живые истории успеха дают силы для продолжения борьбы за достойное будущее детей Оказавшихся в трудной жизненной ситуации Николай, насколько я поняла, вы в городе дно человек незаменимый Ну я так к этому не отношусь Вот по сюжету я сразу к этому так отнеслась Вы тоже выпускник детского дома Да А эта причина, почему вы им помогаете? Или есть еще что-то? Я сам не знаю Сама по себе Дело в том, что у меня 15 лет назад умер брат Которого я сам забрал из детдома, оформив опеку Умер трагически Покончил жизнь самоубийством А брат тоже вышел из детского дома? Вы его забрали из детского дома? Я его забрал из детского дома и сам уже растил Вы простите, что я об этом говорю То, что он покончил с собой Вы как-то связываете это с тем, что он был в детском доме? Или были какие-то другие причины? Да, связываю Потому что, в общем-то, никто не ведет этой статистики Но поскольку я сам из детдома И, естественно, общаюсь с выходцами из детдома Я знаю, что гораздо большая причина самоубийств Именно вне социализированности этих самых детдомовцев Увы, к сожалению, очень большое количество и часто Дети получают в виде морального уничижения В виде этого самого жестокого обращения В котором их упрекают родителями В которых прогнозируют их будущее Такое же, как у родителей Наркоманы, пьяницы будете и так далее И пятое-десятое Во-первых, им обидно за своих родителей Они любят своих родителей Они еще не осознают, что они... Маму с папой любят, потому что они мама с папой А не за то, что они хорошие или плохие Это потом уже в 14-16 лет они понимают, что из себя представляют мама и папа И стоит ли вообще рядом находиться с мамой и папой в будущем Ольга Борисовна, официальная статистика Вот у нас есть частная статистика Официальная статистика у нас ведется о том, насколько часто небрежно и жестоко обращаются в приемных семьях и в детских домах Здесь все-таки, наверное, надо развести нам такие понятия Небрежное отношение и жестокое обращение Поскольку жестокое обращение подразумевает под собой Четко установленная закон об уголовной Ответственность неисполнений или ненадлежащих Исполнения обязанностей родителям Иным законным представителям ребенка Обязанности по воспитанию Сопряженные жестоким обращением Только в этом случае наступает уголовная ответственность С которой мы можем говорить о том, что вот есть цифры официальной статистики Это подразумевает собой только физическое насилие? Нет, безусловно Или, допустим, нравственно, когда говорит я сдам тебя в детдом обратно. Это может быть отказ от ребенка приравнен к жестокому обращению? Это может расследование? Нет, безусловно, нет. В каждом конкретном случае устанавливается судом, прежде всего, вина родителей. В чем она заключается? Она может заключаться и в том, что родитель действительно обращался жестоко, наносил ребенку побои, истязал его, унижал его человеческое достоинство путем нецензурного обращения, путем унижения его личности, оскорбления, жестоко обращаясь с его близкими, с подругами, с животными и так далее, лишая ребенка определенных, установленных законом, санитарных норм, правил распорядка дня, питания, несоблюдение предписаний врача и так далее. Все это должно влечь за собой причинно-следственную связь между собственно виновным поведением родителей и теми последствиями, которые наступили. Как ребенок оценивают? Это первое. Как второе, как сами взрослые, то есть родители, воспитатели относятся к тому, что они делают? Является ли это методом их воспитания? Я вот всегда привожу слова Райкина, если вы помните. Мой отец Сидоров-старший драл меня Сидорова-младшего, как Сидорову козу, а потом что выросло, то выросло. Понимаете, многие родители, будь то приемные, будь то воспитатели, они, к сожалению, свое отношение к воспитанию ребенка, будь это кровно, будь это приемно, будь это воспитанник сиротского учреждения, транслируют в чем-то через свое собственное воспитание. Меня же били, но я же вырос, я же нормальный совершенно человек, но это мои методы воспитания, не понимая, что в настоящее время дети совершенно другие. Какое доказание у нас предусмотрено за жестокое обращение? Если мы все-таки будем немножко говорить об той ответственности, которая установлена, то ближе к небрежному отношению, это все-таки более широкое понятие, есть нормы административного законодательства, в соответствии с которым за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию, содержанию, защите интересов, ребенка родители могут быть привлечены к административной ответственности. Есть гражданская правовая ответственность в виде ограничений в родительских правах, как это произошло, и мы видели это сюжет, в виде лишения родительских прав. Ну и, конечно, это уголовная ответственность в виде привлечения к уголовной ответственности, опять-таки, если есть состав, соответствующий статье Уголовного кодекса, предусматривающий ответственность за жестокое обращение с детьми. Ну, здесь санкция до трех лет решения свободы. Но мы не должны забывать о том, что помимо собственно жестокого обращения, ведь очень часто, к сожалению, в отношении детей применяются вот те самые методы физического воздействия, которые не связаны с жестоким обращением. Это побои, это причинение легкого вреда здоровью, это те самые подзатыльники, пинки, удары ремнем. Это даже запереть в темной комнате, выкручить свет, тоже страхом пугать, это же тоже жестокое обращение. Безусловно, но любое телесное повреждение, если ребенку все-таки оно нанесено, оно может быть квалифицировано по соответствующей статье Уголовного кодекса. И соответственным образом, либо это родитель, либо это воспитатель, он будет нести соответствующую ответственность. Либо это статья 116, причине легкого вреда здоровью, я уж не говорю про убийство ребенка, допустим, будь это совершено родителями, либо еще кем-либо. Поэтому в каждом случае ситуация может быть разная. И градация ответственности, в том числе, начиная от трех лет лишения свободы, как я сказала, за жестокое обращение с ребенком, до 20 лет лишения свободы за тяжкие, особо тяжкие преступления. Ну а если говорить уже там побои или легкий вред здоровью, то лишением свободы это не наказывается. Что дает, почему родители позволяют тебе поднимать руку и ударить приемного ребенка? Как правило, это либо перенос миниобилия, вот это своя семейная стратегия воспитания. О чем я говорила, миниобилие, значит, это хорошо. Да, то есть в наших семьях так принято, ну это на Руси, да, субботний день, да, порка, баня и порка. Розги в ведре, да? Да, розги в ведре, то есть это вот может быть это с этим. Ну а еще такие моменты, как бессилие, да. То есть это собственная слабость. Собственная слабость, собственная бессилие. Не может справиться по этому. Да, то есть когда родитель просто, ну от бессилия, вот он отвечает жестокостью на, собственно, ну очень сложно, наверное, человеку признать свою какую-то несостоятельность. Это же признание. Мы вынуждены прерваться на короткую рекламу и потом сразу продолжим наш разговор. Мы продолжаем наш разговор. Зинаида, скажите, какую помощь ваша организация оказывает тем детям, кто уже пострадал, кто пришел, чтобы понять, как выйти из этой ситуации? Специалисты нашей организации работают на базе детской городской клинической больницы номер 5 на улице Бухаресской. Это психологи и специалисты по социальной работе. То есть у нас несколько задач. Это совместно с врачами больницы выявить таких детей среди пациентов, потому что единовременно там может быть до 650 детей. И, конечно же, чтобы мы не ходили по палатам, здесь наши главные помощники, это сами врачи, с которыми мы провели обучение небольшое, просто рассказываем, какие случаи нужно направлять нам. Соответственно, с этими детьми мы встречаемся в дружелюбной такой атмосфере, да, не в палате, конечно же, беседуем, где есть другие люди, другие дети проходят лечение, а приглашаем к нам в кабинет. То есть также больница выделила нам помещение, и мы можем спокойно беседовать с детьми. То есть наша задача — дать возможность ребёнку рассказать свою историю, то, что с ним случилось. И дальше мы обязательно приглашаем вот этих наших родителей, о которых сегодня уже говорили, да, и нам важно понять причину, почему, да, таким образом они поступили. Там либо насилие применили, либо безнадзорные дети у них, или другие трудные жизненные ситуации. Либо это их собственное бессилие, как в одном ряде. Да, и иногда просто больше нужно помощи даже родителям оказать. Родителям? Вот я только хотела спросить, а вы больше помогаете детям или родителям в этой ситуации? Иногда бывает больше шок даже у родителей, да, и вот тоже уже несколько причин было названо, почему, да, есть жестокое обращение. На мой взгляд, ещё очень влияет на это именно давление на родителей, которые оказываются со стороны других, там, тех же учебных заведений и так далее, что вот ваш ребёнок не такой, вам нужно подтянуть, почему он не учится, да. Или почему он гуляет. Ну, гораздо проще, вместо того, чтобы сесть и разобраться, поговорить с ребёнком, сидеть с ним делать уроки каждый день, выпороть и сказать, я тебя накажу, пока не выучишь, не пойдёшь издача. Это, по-моему, проще просто, это какой-то эгоизм, собственно. И не в нашей природе обращаться за помощью, да, то есть вот... Давайте посмотрим сюжет о работе вашей службы, чтобы наглядно видеть, как вы работаете. На данный момент там вот как раз спряталась девочка. Её туда посадила девочка, пострадавшая от сексуального насилия со стороны отца. Перенести свои переживания на игрушку, выговориться и поделиться со взрослым – то, что так необходимо ребёнку в первые дни после трагедии. Семилетняя девочка с травмами попала в детскую больницу номер 5, на территории которой находится социально-реабилитационная служба организации врачей детям. Помощь психолога пришла незамедлительно. К нам дети всё-таки поступают непосредственно после насилия. Часто это первый, второй день, третий, да. Дети в больнице находятся не так долго, это может быть неделя максимум, да, практически. Вот, если речь идёт там о сотрясении головного мозга или черепно-мозговой травме. Вот, а через неделю ребёнку уже выпишут. Поэтому работа такая больше экстренная психологическая, оказывается, детям. Специалисты экстренной службы работают со всеми, кому нужна помощь. Если ребёнок пострадал от жестокого обращения в семье или в школе, то на встрече в кабинете психолога он общается и со специалистом по социальной работе. Мы начинаем уже консультировать ребёнка вдвоём. Ну, для того, чтобы не было необходимости потом повторно его расспрашивать. Так, для ребёнка достаточно сложно озвучивать все переживания, которые с ним случились. Специалисту по социальной работе очень важно собрать конкретные факты, да, о том, как произошло насилие, где произошло насилие, да, насколько опасно или безопасно ребёнку возвращаться домой для того, чтобы проинформировать службы. Маленькие дети иногда настолько напуганы, что им трудно говорить. Моделирование ситуации с помощью игрушек помогает разобраться, в чём была проблема. Когда все факты изложены, то психолог остаётся с ребёнком наедине, чтобы помочь ему справиться со своими страхами. Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит специалист по социальной работе из пятой больницы, где ваша дочь лежит. Работают не только с детьми, но и с родителями. После выписки из больницы детей, столкнувшиеся с проблемами, не бросают. Задача социальных работников – в короткие сроки проинформировать службы и центры помощи по месту жительства, куда семья может обратиться за поддержкой. Такой способ воспитания. Меня тоже били в моей семье. Теперь я бью своих детей. Я их так воспитываю. И они действительно иногда просто не знают о том, что так воспитывать нельзя детей, потому что это очень серьёзно их травмирует. И это будет иметь серьёзные последствия для детей и вообще для вашей семьи в целом. Раз в неделю все психологи и специалисты собираются на консилиум и подводят итоги за неделю. Когда служба экстренной помощи ещё не существовала, в больницу с травмами иногда попадали одни и те же дети вновь и вновь. За четыре года работы специалисты организации «Врачи детям» случаев повторного насилия не выявили. Зинаида, насколько я поняла, основной упор в своей работе вы делаете на работу онлайн? Это ещё одно наше направление. Мы посмотрели ролик о службе, это очная помощь. У нас ещё есть консультанты, которые на сайте помощьрядом.рф оказывают онлайн-помощь. То есть в форме чата ребёнок может анонимно обратиться и рассказать о своей трудности. Здесь уже, конечно, они городом ограничены. То есть любой русскоговорящий ребёнок, регионы России и ближнего зарубежья обращаются нам именно по поводу своей трудной жизненной ситуации. Психологи оказывают именно поддержку и в случае необходимости. Так же, как мы здесь в очной форме пытаемся перенаправить ребёнка к тем специалистам, которые смогут у него по месту жительства оказать помощь. Здесь тоже в Российской Федерации тоже ищем все варианты. Это очень важно. Мало кто из детей готов к открытому ещё чужому человеку, которого он не знает, и так всё рассказать. Миряна, вы считаете, это правильно? Как вы к этому относитесь? Нет, я считаю, что это правильно, естественно, в смысле создания таких служб. Потому что, ну, если хоть один ребёнок обратится и пойдёт, а потом сарафанное радио между детьми тоже есть, они же всё равно как-то создают свои сообщества. Они знают проблемы друг друга. И это другой вопрос, что на местах очень мало, особенно в глубинках, очень мало специалистов, которые могут помочь. Николай, у вас такого нет, да? У вас таких специалистов нет и таких служб. Увы, к сожалению, я очень мечтаю у нас в городе, и я считаю, вообще в каждом районе нашей глубинки нужно обязательно открывать центральных, во всяком случае, районах, вот этих вот, которые окружают деревеньки, да, открывать подобные социально-реабилитационные центры. Ольга Борисовна, у нас какие дополнительные меры для помощи для детей вот из детских домов? Существует то, что родители уже осознали и понимают, что надо записать ребёнка максимально во все секции, и тогда у него останется минимум времени на улицу на хулиганство. Для детских домов, чтобы не допустить, чтобы ребёнок пошёл на улицу, такие программы разрабатываются у нас? Да, конечно. Дело в том, что не зря всё-таки Санкт-Петербург называют в оси России столицей дополнительного образования детей. И он себя оправдывает именно в этом назначении, да? И это касается не только детей семейных, для которых в основном, конечно, бабушки, дедушки, мамы, которые могут отводить своих детей в школу искусства и так далее. Не надо забывать о том, что Санкт-Петербург – это единственный город на территории бывшего Советского Союза, я могу с полной уверенностью об этом и говорить, где в полном объёме, в полном объёме, я подчёркиваю, сохранилась сеть подростково-молодёжных клубов по месту жительства. То, что изначально было предназначено для того, чтобы подростки сложных от социальных семей могли заниматься, не отходя далеко от дома. Да, прямо вот напротив моей школы был дом пионеров и школьников. Это дом пионеров и школьников. Это учреждения дополнительного образования, системы образования. А это всё-таки органы учреждения по делам молодёжи для ребят более старшего возраста. И в городе у нас очень большая сеть. Она открывается, развивается, создаются дворцы молодёжи для детей более старшего возраста. Но если говорить о воспитании детских домов, то недавно мы как раз проводили соответствующую проверку совместно с районными прокурорами. Как всё-таки обстоит проблема с профилактикой самовольных уходов, с профилактикой небрежного обращения, с профилактикой недовщины в этих учреждениях. Потому что, к сожалению, достаточно часто самовольные уходы совершают не столько семейные дети, которые поссорились с родителями за неудовлетворительных оценок, а это дети-воспитанники сиротских учреждений, которых, как правило, совершенно правильно говорили, тянь к своим родителям. Какие бы они ни были, папа и мама лишён родительских прав, но ребёнок всё равно будет к ним сбегать. И уже, в общем-то, и привыкнув к достаточно свободному образу жизни до этого. И мы как раз об этом говорили, встречались с директорами наших школ-интернатов и детских домов. Конечно, основной акцент был сделан на школы-интернаты, потому что дети там более сложные, более проблемные. И мы ставили задачу, к сожалению, приходилось это делать в прокуратуре, потому что новое направление деятельности, как иногда глаз замыливается, иногда на что-то не обращаешь внимания, так по старинке занимаются они в кружках и секциях, и хорошо. Ну, кроме того, что у нас есть учреждения физической культуры и спорта, которые достаточно активно идут на контакты с нами. Не так давно приезжали коллеги из Генеральной прокуратуры, говорили о том, что они никогда такого не видели, проводя проверку даже в соседнем субъекте, о том, чтобы учреждения физической культуры работали с трудными подростками. У нас в городе это есть. Я очень часто слышу случаи, что сами дети бывают жестокими. То есть не воспитатели, а дети позволяют себе и драться, и хамить, и унижать, и орать на воспитателей. Марьяна, вы сталкиваетесь с такими ситуациями? Да, и это, в принципе, естественная реакция этих детей. То есть, ну, в принципе, ни один ребенок плохо так себя, вот просто, плохо себя вести не станет. То есть, если ребенок, ну, если мы так говорим, плохо себя ведет, то за этим лежит какая-то причина более глубокая. То есть это говорит о том, что он не может удовлетворить свои какие-то потребности. И взрослые его просто не слышат. И прежде чем говорить о том, что он плохо себя ведет, мы должны понять, а почему. Вообще в природе человека заложено так, когда маленький ребенок рождается, он же не может еще изъясняться и нам говорить, там, я хочу то-то, то-то, то-то. Он каким образом заявляет о своих потребностях? Ну, начинает плакать и капризничать, да. И, в принципе, это вот заложено, да, вот какой-то крик, какой-то вот выплеск. И эти дети, то есть они, а потом мы же учимся поведению, перенимая, как бы, примеры, да. Если, извините, дома, кроме как на русском матерном не говорили, так он просто не умеет по-другому говорить. Если можно, мы сейчас снова прервемся на короткую рекламу и сразу продолжим разговор. Итак, мы продолжаем. Николай, как вы считаете, чем реально государство может помочь? Потому что очень много делается, и я это слышу и на одной своей работе, и на другой, и просто как зрители-мама. Делается много. Практический совет, что делать? А мы тогда будем, вот как исполнительная власть и законодательная власть, делать все возможное, чтобы это осуществить? Делается много, но, увы, к сожалению, все делается в больших городах, в маленьких областных центрах ничего не делается. Там достаточно большое количество людей живет, которые, в общем-то, обречены жить на очень маленькие деньги. В больших городах тоже люди живут на минимальной пенсии и зарплаты. Я понимаю, без работы. Самое главное, что социальные службы там очень маленькие, они очень плохо развиты. У нас в отделе опеки на весь район два человека сейчас, а будет один опять. Охватить всех выпускников детдомов, все семьи неблагополучные, фактически невозможно. Просто сил не хватит. Социальный приют на 18 коек для детей из неблагополучных семей. И из семей, у которых трудности материальные какие-либо. То есть, получается, что социальные службы не справляются с таким объемом, и вы вынуждены собирать детей на улице? Да. И в результате, вот, пожалуйста, этот Максим. Попал ко мне осенью, совершенно случайно. Попал ко мне домой с бутылкой водки. Я его подобрал на тот момент, 18 февраля, на улице. Мама уехала в деревню до середины марта, закрыв квартиру и оставив ребенка на улице. Давайте послушаем мнение петербургцев на ту тему, о которой мы сегодня с вами говорим. Как вы считаете, каким образом можно предотвратить жестокое отношение к детям в приемных семьях? Я думаю, на уровне воспитания тех, кто готовится стать приемными родителями. Никакими мерами государственной защиты подобного рода проблемы, как и любую морально-нравственную, не решить никогда. Во-первых, проводить социальные вопросы с родителями, с намеренными усыновителями, изучать их морально-психологические качества и какой-то выбор вести, не отдавать кому попало. Проверять на психологические какие-то тесты этих самых родителей. Надо, конечно, очень проверять родителей, прежде чем этих детей брать и как следует проверять. То есть не так вот, как вот они, а немножко более глубже. Контроль. Контроль государства. Ответственность родителей приемных. Только так, наверное. Мариана, получается, что ребенок всегда находится в зависимом положении. Всегда взрослый сам решает, что хорошо, что плохо. Это правильно, это неправильно. Что с этим делать? Ну, в принципе, с одной стороны, понимаете, у нас нет хорошо-плохо вообще такого понятия, да, есть хорошая золотая середина. Вот ребенок, естественно, он должен быть, он зависит от кого-то, да, вот в силу каких-то еще жизненных ситуаций, с которыми он не может сам справиться, да, маленький ребенок, ему надо там покормить, он, то есть он с возрастом. Другой вопрос, как этим контролем и вот этой властью пользуются родители. То есть если ребенок может... Власть и властность. Властность. Что не хотят ли они проявить свою властность. Да, то есть вот эта вот разница большая. То есть если родители берут ребенка в семью только для того, чтобы удовлетворить свои какие-то нереализованные потребности, да, в той же вот власти, я не знаю, в желании там добиться чего-то, вот я не смог, вот я сейчас возьму, то в принципе это, наверное, не есть хорошо. Да, а если родители умеют слышать своего ребенка, не слушать именно, а слышать, да, и готовы ему помогать, поддерживать, то это хороший, наверное, контроль и, наверное, хорошее вот такое вот направление. Надо еще уметь объяснить ребенку, что это не желание контролировать, а желание помочь, вот тут еще очень тяжело. Да, да, они же на уровне чувств дети, да, то есть они на уровне чувств, они, ну, знаете, вот, я даже не знаю, вот, наверное, хороший пример, вот животные, они очень чувствуют людей, да, там, надо, там, ему рассказывают, там, я, там, добрый, хороший, я люблю, там, собачек и кошечек. Надо просто своей жизнью, чтобы ребенок видел, как ты живешь, и он это сам поймет. Ребенок чувствует это, да, то есть, и причем это не зависит от того, в какой среде ребенок воспитывался до этого, ну, кому-то надо дольше времени для того, чтобы поверить. И, ну, почувствовать, понять. Почувствовать, да, и прийти. Кому-то надо меньше времени. Динаида, какие категории детей чаще всего обращаются, с какими проблемами? Ну, вот здесь вот разница, что обращаются чаще, главное, подростки, да, потому что они же могут говорить, они обращаются, но вот для маленьких детей здесь тоже очень важно. Они не понимают. Они не понимают и не могут обратиться. Они даже сформулировать иногда еще не могут. Да, 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 что это проблема. Все-таки старший ребенок, который что-то читал, что-то видел, слышал, уже может формулировать. А вот если говорить про категорию семей, то это очень разно. Вот если мы говорим про насилие, то здесь может быть и мама-алкоголичка, да, это одна ситуация, а может быть действительно очень благополучная семья. Если мама-алкоголичка, если вот невозможно жить в доме, когда вот к вам ребенок пришел, обратился, вы с ним поговорили, вы понимаете, что надо делать. Есть возможность какой-то социальной квартиры, куда-то их временно, социальной гостиницы, простите, куда их, возможно, на время хотя бы усилить. Да, конечно, опять же, Санкт-Петербург здесь очень много возможностей предоставляет. Единственное, что мы не так часто ими пользуемся, потому что все-таки мы, в основном, наши дети из больницы едут домой, к семье, к родителям. И скорее уже помощь получают по месту жительства. Но если действительно уже выявлено и органы опеки подтверждают, что небезопасно ребенку, да, возвращаться домой, то тогда, возможно, и социальные квартиры устроить, приюты различные в городе. И, слава богу, место есть, и наши специалисты сопровождают. Я даже вот у себя в районе была в такой дивной социальной гостинице, и я совершенно была поражена, как директор говорит, ну, вы знаете, когда в 14 лет мне иногда приходят рассказывать, что такое простынь, и они не понимают, зачем это. Вот о них тоже учат. Давайте посмотрим сюжет о том, что есть у нас в городе, к счастью. В этой просторной, уютной квартире в обычном доме живут семь детей. Глядя на светлые лица ребят, сразу и не скажешь, что у каждого за спиной нелегкое прошлое. В социальной квартире центра «Вера» живут дети, пострадавшие от жестокого обращения родителей. Первое время адаптации у нас и уходит на то, чтобы объяснить, для чего нам нужен карандаш, для чего пенал, для чего нам руки мыть перед едой, для чего нам нужно полотенце. Познакомить с элементарными правилами гигиены, научить ухаживать за собой своими вещами должен воспитатель, который выполняет роль социальной мамы. Ведь часто бывает так, что дети, выйдя из детского дома, считают, что даже чай сладкий изначально. Это их квартиры, где они живут, они убирают ее сами, они сами ухаживают за собой, стирают свои нательные вещи, ну вот трусы, носки, учим их стирать сами самостоятельно. Нательные вещи мы стираем в стиральной машине, но уже крупное постельное белье мы сдаем в прачку. Здесь никто не скажет, что уборка – это скучное и долгое занятие. Ведь когда все работают вместе и каждый готов прийти на помощь, наведение чистоты занимает считанные минуты. Дети из этой социальной семьи очень любят готовить. Они пекут пироги и кексы, а потом устраивают грандиозные чаепития, на которые собирается вся дружная семья. Но больше всего ребята, конечно, ждут чаепития камерного, наедине с родной мамой. Ни одна семья, самая благополучная, замечающая, не будет настолько близкой, как родная семья. Главная задача реабилитационного центра «Вера» – воссоединить семью. К счастью, 80% подопечных возвращаются в родной дом. Ну, совсем скоро я пойду домой, в мае. Осталось месяц. Мы говорили с вами сейчас всё время о физическом насилии. Но ведь эмоциональное насилие над ребёнком, оно не менее, вот для меня, наверное, даже страшнее, когда психологически давит, чем лучше бы ударили. Отсутствие тепла со стороны взрослого, оно же, наверное, так же страшно и пагубно, как удары. Это же тоже жестокое обращение. Марьяна, что вы думаете? Ну, это, наверное, вот вы правы, что эмоциональное и психологическое насилие, оно страшнее, нежели физическое. Потому что оно выстреливает потом, даже невозможно понять или просчитать, когда выстрелит результат этого насилия, которое было над ребёнком. То есть мы, когда, ну, у нас вот в фонде школа подготовки будущих родителей, работает школа приёмных родителей, вот сейчас то, что петербургцы говорили о том, что необходимо готовить потенциальных родителей. И мы как раз вот одной из ключевых, что ли, наших проблем, мы работаем с семейной историей будущих родителей. Мы смотрим их воспитание. То есть мы пытаемся посмотреть, какие травмы были ими получены в детском возрасте. Потому что вот эти детские травмы, которые, ну, как-то вот, ну, там они есть и вроде как бы... Которые иногда выражаются уже у взрослого человека, когда вот так вот ободраны все ногти, мне психологи говорят, когда у человека уже за 50, за 60 лет, значит, в детстве была травма, которая так и не вышла наружу. И вроде бы успешно, но это там внутри. И мы вот это отслеживаем с нашими родителями, потому что если ребёнок, приёмный ребёнок попадёт в семью, он может сработать как детонатор. Вот если у родителей есть эта травма, у будущего родителя, детская травма, то травма на травму, вот, возможно, и взорвётся... И да, это негативный выход. И это и жестокое обращение, может быть, и вообще просто, ну, как бы... Невозможность системы и той, и этой. Ольга Борисовна, если беда уже произошла, вот ударили, жестокое обращение, но есть шанс, что семье можно помочь. Что у нас, вот с государственной точки зрения, делается для того, чтобы помочь таким семьям, которые, ну, как минимум, уже осознали? То есть есть, которые так ничего не понимают, продолжают дальше пить, бить и так далее. И это уже суд, это уже уголовная ответственность. А если есть шанс спасти, какие программы есть по помощи таким семьям? Ну, прежде всего, не надо забывать о том, что у нас очень большая сеть социальных служб, как государственных, так и негосударственных. Их достаточно эффективно работающих. Потому что в последние годы, независимо от того, что в прошлом году была принята национальная стратегия действия интересов детей, в Санкт-Петербурге уже не один год планомерно идет работа как раз по предотвращению социального сиротства, по предотвращению раннего лишения родительских прав. Мы, со своей стороны, ориентируем на это и наших районных прокуроров, и органы опеки и попечительства. Для того, чтобы работать с семьей на стадии выявления вот этой группы риска, на стадии выявления, когда допущено небрежное, жестокое обращение в отношении ребенка, когда есть возможность не лишать родителей родительских прав. А вот это, вы понимаете, это самое проблемное. Как сделать так, чтобы родители вовремя одумались, чтобы они пересмотрели, а, к сожалению, программ, которые были бы направлены на обучение родителей правильному воспитанию. Сегодня мы очень много говорим о профилактике жестокого обращения в детских домах с воспитанниками детских сиротских учреждений. Но, к сожалению, мне как представитель надзорного органа представляется, что не так много делается для поддержки нормальных, среднестатистических семей для того, чтобы не допустить их распада. И вот эту проблему, мне кажется, нужно ее поднимать и поднимать. И вот здесь программа социального сопровождения вот таких семей, как раз направленных на недопущение и жестокого обращения, и лишение родительских прав, и привлечение к уголовной ответственности. Но это то, чем вы занимаетесь. Вот Николай у себя... Это инициатива снизу, она у нас тоже есть, как со стороны некоммерческих организаций, так и со стороны отдельных наших социальных приютов, социально-ребилитационных центров, органов оптики. Соберите, пришлите мне, потому что на социальной комиссии мы очень часто обсуждаем эти вопросы, но мне нужен конкретный материал. Когда я так прихожу, эмоционально говорю, к сожалению, вот, вы же понимаете, документ, вот если будет несколько заявлений, то вдруг мы сможем эту с мертвой точки сдвинуть это тоже как-то... Ну, у нас принята наша стратегия действия в интересах детей в Санкт-Петербурге, она утверждена постановлением правительства, поэтому мы пока ждем, как дальше будут события развиваться, и что под этот нормативный документ, такой рамочный, будет в дальнейшем делаться. Здесь, прежде всего, конечно, застречником должен наступать Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, потому что основные это... Я с удовольствием совместно с ними, они всегда идут на контакт, я им очень благодарна, что всегда идут на контакт. Николай, самое светлое, вот вы можете самое светлое впечатление вашего детства вспомнить, оно у вас есть? Да. Самое светлое и самое первое, это было больница. Почему больница? А тогда у нас в детдоме почему-то очень большая эпидемия была по гепатиту, я пролежал почти год в коме, и придя в себя, уже научившись заново ходить, разговаривать, я не понимал, откуда такой рой любви в мою сторону со стороны окружающих. Мне носили передачки, гостинцы, все медсестры, все нянечки, все врачи, все улыбались мне, приятно со мной разговаривали. Вы в ответ улыбались? Вам хотелось улыбаться? Конечно, конечно. Это впервые я тогда начал улыбаться. Сколько лет было? Восемь лет. Восемь, уже все-таки взрослый ребенок. Это я впервые стал улыбаться. И после этого хочется улыбаться? Ну, не так давно захотелось улыбаться, когда Максим мне сказал, а можно я тебя буду называть папой? Ну, это не улыбаться. Это, мне кажется, уже тогда просто... У меня, честно, сердце замерло, если ребенок такие слова сказал. То ради чего стоит вообще на этом свете жить? Самое главное то, что его мать не предпринимает никаких попыток к тому, чтобы разрушить эти отношения. То есть она, наоборот, старается сделать все возможное, чтобы самой справиться, и просит у меня помощи по этому поводу. Так что я думаю, что с этой семьей как раз все будет хорошо. И опять же, это радостно. И опять же, это радостно. Николаю принесла первую улыбку болезнь. Вы знаете, мне кажется, что для деток можно найти более простые и более доступные методы радоваться. Две сестрички, Анжелика и Вероника, мечтают об очень простой вещи – покататься на машинках. Давайте попробуем исполнить детскую мечту этих двух маленьких принцесс. Мы бы хотели покататься на аттракционах. Я хотела бы покататься на гусенице, еще на машинках разных. И я тоже. Где ходятся волшебники, фантазия твоих? С кем ходятся волшебники, а с кем соперник? Чего на свете не случается, чего на свете не бывает, А люди с крыльями встречаются И люди в небо улетают На крыльях веры в невозможное Они летят в страну мечты Пусть усмехнутся осторожные Я полечу туда, я полечу туда, я полечу туда, а ты? И снова возвращаясь к Янушу Корчику В отношении телесного наказания я не приемлю никаких компромиссов Порка, даже если ей подвергают взрослых, только оттупляет и запугивает И никак не может служить воспитательным средством Любите и берегите детей Есть очень много деток, которым нужны мама и папа Любящие мама и папа Вечерых детей не бывает, правда? Городская социальная программа «Ищу маму» Скоро в школу пойдешь? Да, по ссылаке, да Так, а тебе хочется пойти в школу? Да Хочется? Да А ты уже, по-моему, читать умеешь? Да Умеешь? А кто тебя научил читать? Я сам Сам? Да И книжки можешь читать? Да А какие ты книжки любишь читать? Глобок С поросенок три А что бы ты хотел, чтобы тебе подарили на праздник? Масуем на пульте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok